привет иду сегодня я хочу сказать вам о таких вот нехитрых устройствах как роутера свечей их оба к сожалению в наше время не все понимают разницы между этими устройствами и что покупать конкретно в свой дом для задач которую вам предстоит решать со своими компьютерами потому что в некоторых даже уже большинство людей в их домах есть и ноутбука компьютеры и телефона и у кого то по два компа у кого то есть мартовая есть на телевизоре у кого то там поистой шина иксбоксом все это нужно связать как то в сеть чтобы подать на все это дело интернет но и в общем средний все эти устройства и для этого вот применяется такие вот устройства как хабы свечей роутера эти устройства хоть похоже но все они разные вот у меня именно дома вот таких вот железяк множество есть это роутеры со встроенными хабами но некоторые без хабов вот эти вот два они без хабов это вай файзернет роутер это десла роутер это два десла роутера но в них еще встроены хабы но в принципе даже в этом некое подобие свеча есть разница между устройствами очень большая потому что так сказать хаб как он есть это довольно тупая железяка которая никак не настраивается не управляется то есть смысл в том что если я скажем соединяю четыре компа им там 10 компов то они будут никак не как настроить этот хаб чтобы он как то разделял партнер какой то там доступа ограничения могу то есть все будет соединено вместе в кучу виден такой пучок я потом все это на кобе покажу вам будет сразу понятно что такое хаб то есть капота самая но это пейше устройство чтобы соединить нескольких компов вместе че такое свеч свеч эта штука по умнее чем хаб во много раз используя свечу можете уже не каким образом коммутировать две сети или там какой доступ ограничить к свеч это шлюзяка гораздо умнее чем хаб в которой вы можете уже настраивать скажем две сети и три сети там ограничивать какой то доступ между этими сетями то есть так то уже более более все это умное больше возможностей но их оба естественно стоит дешевле чем свечи а свечи дороже кстати вот так вот выглядит на самом деле то есть у меня есть хабов нету я не могу вам показать что вот так вот выглядит хаб который используется может у кого то дома а вот так вот это свеч промышленный фирма долин хотя есть но что производители в принципе все они выполнены ту роль и переходим к самой последней же заявке это роутер все это в принципе роутера это работа с вай файм это десерт роутер с вай файм что такое роутер вообще роутер это мошеннизатор он служит для того чтобы соединять прямое его назначение чтобы соединить вместе две сети я вам на компе покажу как все это выглядит м еще масса всяких фишек полезных есть роутерах скажем действий пенсионер всякие протоколы разные маршрутизации то есть что он соединяет две три сети вместе можно осуществлять 2 3 роутера месте чтобы роутера там узнавали друг друг от другаке есть сети вообще роутер настолько умно очень очень крутая такие роутер стоят дешево брони тысячи рублей полторы тысячи рублей из разных роутеров и строго дороге вот такой вот который учить на экране а также роутер можно сделать из обычного компьютера как-нибудь я сделаю постарайтесь снять видео на эту тему меня как раз используется такой роутер так ну и за компьютер непосредственно уже смотреть в чем отличие и какие основные такие вот фишки использования роутера свеча и хаба итак приступим к изучению самих железяк но железяк у меня подходящих нет чтобы вам показать в чем принципиальное отличие поэтому я буду пользоваться интересной такой программкой называется cisco package tracer это и метро сетевого оборудования фирмы cisco но в принципе нам не так уж и важно какое будет оборудование там cisco d-link netgear tp-link какой-нибудь asus без разницы принцип работы всего сетевого оборудования один и тот же только лишь фирмы разные начнем с самого простого как я уже сказал устройство это хаб заготовлены парочка проектов так вот есть 4 8 10 компов соединенных вот такой вот звездой единый пучок как я сказал подсоединены они в 10 портовому хабу у этих четырех компов одна сеть как извините в подписях у этих четырех компов другая в этих двух третья сеть общаться между собой могут компы только находящиеся в одной сети с ип-адресами одной сети здесь у нас 192.168.1.1 здесь у нас 192.168.1.2 поэтому эти два компа могут находиться в сети но они находятся в сети и данные между ними будут передаваться свободно можно попробовать кинуть пару пакетов пингануть пинг идет но еще фишка хаба в том что хаб не знает какой порт подключен этот компьютер то есть он настолько тупая железяка что ему в принципе все равно к порту воткнуть комп поэтому он сначала отсылает наш пакет на все порты а потом уже когда откликается компьютер с определенным ip-адресом на котором на котором обращались он посылает нам ответ в этом-то и минус хаба в том что я могу воткнуть любой компьютер в любой порт прописать нём опять адрес соответствующий сети я бы не окажусь никакого такого ограничения никаких правил здесь нету потому что как я уже сказал хаб это настолько тупая железяка что в ней настроек просто нет теперь если я пробую пингануть компьютер с другой сети он естественно пинговаться не будет потому что я опять адрес не менял но если я поменяю адрес на этом компьютере то есть поставлю скажем свободный любой 25 то уже компьютер с другой сети будет пинговаться то есть я методом замены опять адреса перескочил в эту сеть никакой безопасности здесь не построить в таком вот нехитрой в такой нехитрой сети но где же можно применить вообще это такое вот устройство как хаб чаще всего ставят у дома где не требуется некие безопасности никаких там ограничений доступа то есть вам нужно чтобы ваше все устройства находились в одной сети работали от одного и того же роутера получали от него интернет и все это работало как без геморрой без настроек то есть пришел в окно провода и все уже работает вот у меня на этот случай есть вторая такая вот второй такой рисунок схема вроде как здесь в принципе уже показана более-менее стандартная сеть опять же 10 компьютеров 10 а 9 4 8 9 компов да 9 компов роутер в принципе вот уже похоже на такую вот домашнюю обстановку этот роутер через хаб соединен через все со всеми компьютерами у всех компьютеров шлюз настроен сторону роутера я там поднастроил чуть-чуть то есть я сейчас если попробую открыть гугл скажем 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 гугл то компьютер подать запрос и у меня откроется страничка лежащая на сервере гугла гугл это не не смотреть что написано гугл просто мне так захотелось так так и настроен вот это вот железяка то есть имея один лишь только роутер один хаб 9 проводов мы соединили 9 компов в одну сеть и пустили все это в интернет не покупая каких таких железяк сильно с большим количеством портов не настраивая ничего просто ткнули провода прописали айпи адреса на шлюз шлюз прописали и уже интернет пошел вот чем фишка хаба он не требует настроек он дешево стоит и работает сразу при включении следующая такая вот сеть в принципе она точно такая же но еще здесь есть access point точка доступа вай фай которые можете которую вы тоже можете у себя дома поставить и уже будет интернет подаваться на такие устройства как ноутбуки вот уже ноутбук подключился интернет будет подаваться на такие устройства как ноутбуки телефоны планшеты телевизоры если у них есть вай фай то есть вот с ноутбука я могу взять пингануть роутер пакетики бегают или могу пингануть веб-сервер то есть у этого сервера тоже есть айпи адрес определенный вот он все и а сейчас секунду 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 вот наш веб-сервер тоже пингуется то есть и даже с этого ноутбука можно выйти в некое подобие интернета а тут нету дэна сервера все и тут наверно ну да тут ничего не настроено прикольненько ладно там там скорее всего не настроен этот dns 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 да поверьте мне что интернет бы работал если бедно настроил так ладно смысл смысл в принципе понятен следующее устройство которое по замысловатее чем хаб это свитч вот такая вот маленькая небольшая схемка тоже точно так же все соединено в кучу наши 4 6 8 компов 8 компов соединенных в кучу но железка уже не особо простая а она настраивается то есть можно ограничить доступ нашим компьютерам можно ограничить доступ между собой компьютеров можно два компа завязать в единую сеть без доступа к остальным компам ну еще много чем можно делать там всякие я не знаю что там еще можно это делать я мая в ламе всякие с роутеров можно протягивать то есть по одному проводу может идти там 150 сетей всяких разных и они не будут между собой конфликтовать ну в общем так вот посмотрим как это работает все по сравнению с хабом я беру пингую соседний компьютер вот видите все пингуется пингуют сейчас непосредственно вот этот вот и этот компьютер и эти два можем принять 3 пожалуйста 3 3 тоже пингуются но если я поменяю IP адрес у этого компьютера поставлю там 2 3 то есть попытаюсь его ввести в эту сеть путем замены IP адреса теперь попробуем пингануть то есть как бы с хабом уже прокатило бы мы бы этот компьютер переместили сюда попробуем пингануть компьютер с другой сети видеть ничего не пингуются потому что этот компьютер и именно этот порт куда вставлен кабель этого компьютера настроены специальным образом и компьютер какую бы я сеть не прописал здесь свитч его не пустят в другие порты то есть эти вот 4 порта они как бы связаны группой группа называется такая технология называется влан virtual local network то есть как бы на самом деле такой четкой связи нет это все делается виртуально программно но он встречает настройки объединяются порты и доступ уже в другим портам эти порты не имеют только лишь к своей группе так поменяем обратный IP как это может нам помочь в жизни в непростом деле сети строения дома в принципе никак что у вас будет все в одной сети что у вас будет в трех сетях без разницы но если же вы какую нибудь организацию обслуживаете то здесь уже совершенно другая ситуация здесь поможет вам такая железяка как свитч вот картиночка здесь скажем вы имеете два здания одно здание А и здание Б в этих зданиях две разные команды то есть раскиданы они по двум разным зданиям вам нужно сделать между вот этой вот командой и этой единую сеть и между этой и этой чтобы они не пересекались и чтобы работало все по одному единственному кабелю с помощью свитчей такое можно сделать я настроил специальным образом что здесь по одному проводу передается ну то есть эти четыре эти четыре эти пять машин находятся в одном влане в одной виртуальной сети эти пять машин находятся в той же сети и точно так же эти машины и по одному проводу поэтому передается сразу две этих сети но они там так настроены что они не пересекаются лишь чисто передаются данные а залезть в соседнюю сеть нельзя то есть вот опять же берем компьютер IP адрес 1.2 на конце и пингуем компьютер из соседнего здания вот как мы видим компьютер вот с этого компа я пингую этот комп все пингуется но я не могу пингануть компьютер из соседней сети предположим 2.10 я уже не могу пингануть потому что в ланаме нам создано правило которое запрещает пинговать компьютер из соседней сети и опять же замена IP адреса не даст нам перехода в другую сеть теперь что такое роутеры то есть со свечами примерно разобрались тут можно делать множество настроек что такое роутеры ну всей сути конечно данный рисунок не раскроет но вам уже станет примерно понятно что такое роутер роутер это железяка для коммутирования для соединения разных сетей между собой то есть сеть скажем вот компьютер который находится в одной сети с IP ником студенос 206.8.2.2 может обращаться к компьютеру из другой сети студенос 206.8.3.2 беру смотрим опять адрес 2.2 и беру пингую подождем некоторое время сейчас роутер наш очухается цископокач трейсер он с задержкой с роутерами работает почему то не знаю почему скорее всего что с программой связано не знаю вот как видим уже все пингуется то есть я точно так же могу взять пингануть компьютер из другой сети 1.2 тоже подождем секундочку сейчас начнет пинговаться вот все уже пингуется при определенных настроек я могу поставить то есть при определенных настройках при определенном опыте можно даже поставить и 3-4 роутера к ним подключить скажем хабы или свечи и соединить там все это дело в общую кучу и будет все пинговаться но все зависит от настроек и от опыта настраивающих вот что же покупать домой главный вопрос если у вас дома планируется делать вай фай купите роутер с вай фаем если у вас что то уже есть или есть ethernet то есть к вам доходит кабель вы живете в многоэтажном доме и у вас отдельный кабель интернет доходит до вас отдельным кабелем купите роутер с вай фаем если же у вас уже есть интернет есть роутер у вас но он на один компьютер купите хаб это будет дешево и в принципе работать будет но если вам конечно вай фай еще не нужен хотя если у вас уже есть роутер с вай фаем однопортовый то есть на один компьютер и у него есть вай фай тоже хаб Вам поможет выбраться из ситуации Когда вам нужно подключить два компьютера по кабелю Switch Switch настолько замудренная штука Что я даже не представляю Хотя у меня был один случай Когда нужно было поставить дома именно Switch Но там было у человека Огромное количество телевизоров IPTV кабельное Еще там какие-то такие сети у него Ну то есть большое количество сетей в доме А количество кабелей по дому было проложено Ограничено и вот вышли из ситуации С применением вланов именно в доме То есть по одному кабелю пускали именно 2-3 сети Так что Switch В таковом виде как он есть Switch Он в принципе дома и не пригодится ни разу Лишь только если у вас что-то такое сильно замудренное Ну и в принципе все Желаю всем успеха Подписывайтесь на канал Ставьте лайки До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!